Проводитель управления Маргарите Георгиевне Халисниковой, кандидат категорических наук, доктор Афгалов. Уважаемые коллеги, поскольку я являюсь научно-выполагательной городской эксперименты, прежде всего, я буду рассказывать о том и таке эксперимента, который в настоящее время совершен. Николай Дмитриевич, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Когда было определено с вами предприятие проекта по реализации концепции, мы исходили из необходимости экспериментальной апробации организационно-функциональной модели здраво-здоровья, которая была разработана в концепции. И поэтому был утвержден в Конституционном совете по Комитету по образованию, городской эксперимент, который был рассчитан на два года экспериментальных работ. И в настоящее время мы можем представить первый проектовочный и исследовательский этап экспериментальной работы. Что у нас в эксперимент включены экспериментальные школы, которые имеют разный уровень стартовых возможностей, начиная от школы, которая практически учреждения и опыта деятельности в области сохранения и укрепления здоровья, и заканчивая школой, которая имеет в течение уже многих лет прообраз службы здоровья в своем образовательном учреждении. Кроме того, она является участником широкомасштабного эксперимента, где отрабатывался опыт сетевого взаимодействия, опыт негидоринга. Итак, у этапа в проекте я уже сказала. Задача первого проектовочного этапа выглядел следующим образом. Это научно-формативное обеспечение деятельности службы здоровья, подготовка школьных команд, подготовка участников образовательного процесса в создании деятельности службы здоровья, обеспечение нешведовственного характера, эксперимента и металлического обеспечения деятельности службы здоровья. Сейчас я представлю, как мы решали каждую из этих задач. Если говорить о научно-нормативном обеспечении деятельности службы здоровья, то мы в Тарабаде, мы и сейчас в настоящее время практически зато представлены работаемую концепцию социальной службы здоровья, разработали, и я очень благодарна, учебникам рабочей группы из Академии Санкт-Петербургского медицинского образования и других учреждений, ТСАУС, основные понятия, которыми мы пользуемся в специальной службе здоровья, положение от службы здоровья организации и проектирования этой деятельности в школе на основании мониторинга. И эта задача организационно-пределочного блока позволяет решить три исполнительские задачи. Задача построения внутренней здоровья, создающей среды образовательного учреждения, пространства, режима и технологии, повышение уровня культуры здоровья участников образовательного процесса и создание условий для коррекции здоровья, для оздоровления от спортивных учащихся. Для решения этой задачи совершенно необходимо определение функций каждого специалиста, каждого образа звена службы здоровья, и мы выделили шесть основных образ звеньев, которые действуют на условиях политета. И для того, чтобы их взаимодействие было эффективным, мы предполагаем административное руководство службы здоровья, которое объединяет деятельность всех специалистов. Достаточно важно, чтобы руководителем службы здоровья был администратор. У нас в проекте это заместитель директора образовательного учреждения и, безусловно, подчиняется службе здоровья руководителя образовательного учреждения. Далее, один из важных документов, возлюбленный на работе в проекте, это документ, рекомендирующий участие медицинских работников в деятельности службы здоровья. Не секрет, что именно включение медицинского работника в деятельность школы по сохранению укрепления здоровья учащих является серьезной проблемой, потому что он имеет другое ведомственное подчинение. Поэтому в результате проектной деятельности был разработан и модифицирован договор между органами здравоохранения и образованием. Он прошел обсуждение комитета по здравоохранению и обсужден комитет по здравоохранению при сравнении и обсуждении комитета по здравоохранению. Еще один результат проектной работы – это набор нормативных документов по созданию службы здоровья, которые были разработаны на экспериментальном школе и в результате была создана общая модель, которую мы можем предоставить городом. Следующее направление, которое мы реализовывали в рамках этого этапа эксперимента – это была подготовка школьных формат специалистов службы здоровья. Совершенно очевидно, что поскольку создается новая структура, это требует повышения модификации специалистов. Поэтому образовательная программа подготовки школьных форматов была разработана, оправдирована и... ...производительная программа. Хочу сказать немного образовательных программ. В разработке образовательных программ участвуют 13 специалистов. И образовательная программа содержит две группы учебных модулей. Одни учебные модули предназначены для создания команды и для специалистов. Кроме того, для учебного уяснения функций каждого специалиста службы здоровья предназначены отдельными учебными модулями для профильных специалистов. Следующий этап – наши проектные деятельности. Это создание по мониторингу здоровья создающей образовательной среды. Уже было сказано о том, что мы опирались в нашей работе на предшествующие изменения, на создание региональной санкт-производительной модели в рамках широкого масштабного эксперимента по организации общего образования. Однако, опираясь на эту модель, мы, практически полностью, в соответствии с организационно-функциональной модель службы здоровья переработали инстинентарии и разработали собственную модель анализы данных мониторинга. В настоящее время получен констатирующий исходный цвет данных, проведена его обработка. Школам представлены обработанные данные в наглядной форме, проведена коллективная инструментария мониторинга в соответствии с предложениями запросами экспериментальных школ и созданы электронные базы данных экспериментальных школ. Кроме того, еще одним этапом нашей деятельности была разработка автоматизированной системы данных мониторинга, которая сейчас будет предсказана. Школы в процессе повышения модернификации и в процессе собственной тестированной деятельности для образовательных учреждений проектировали телевод-раграммы деятельности по здоровью. Мы проектировали телевые программы в институте по здоровью, на основе анализа стартовых возможностей школы, на основе анализа результатов мониторинга. И практически каждая школа сейчас имеет разработанную целевую программу в своей деятельности, которая реализуется в этом году. Во время перерыва школа представит стендовые заклады реализации целевых программ. Сами целевые программы расположены у нас в задней конце зала, и поэтому каждый может подойти и услышать ответы школы на любые вопросы по их целевым программам. Работа – это подготовка участников образовательного процесса в создании службы здоровья. В каждой школе были проведены стендовые семинары для школьных команд. Я уже говорила о том, что школа, участвующая в проекте, имеет разный опыт предшествующей работы. И поэтому была возможность обмена этим опытом и совместно произвести очень деятельность. Кроме того, были проведены интимующие семинары для педагогов из экстрементальных школ в форме целовой игры, где педагоги могли, я вас уверяю, выражая сомнения и определяя преимущества создания службы здоровья в их школе.